Привет, друзья! Вы на канале Власенко Лайфи. Меня зовут Максим, кто со мной еще не знаком. И сегодня у нас 65-й день нашего эксперимента 100 дней и 10 целей. И как я вам и говорил, что как только я получу карту побыта, мы сразу с вами поедем в Европу. А именно я уже оплатил тур. Это будет Милан, Барселона, Монако, Ницца и Венеция. Оплатил тур. Все, жду за один день до нашего выезда. Точнее за два дня вечером, мне грубо говоря. Говорят, что тур отменяется из-за того, что перекрыто авиасообщение с Барселоной. При этом то, что я до этого спрашивал, собираются перекрывать авиасообщение, мне сказали, что ничего страшного, не переживай. Если вдруг Барселона закроется, то мы ее поменяем на другой город. И без изменения дат, без изменения самого маршрута. Но в самый последний момент отменили. Поэтому, к сожалению, в Европу мы не едем. Предложили мне на совершенно другие дни. Хорватию почти за эти же деньги. Для меня отдых это вот как раз полетать, погонять. Пускай это будет тяжело и автобусным туром ехать это не так легко. Но у ребят просто не набралась группа и они вот так просто кинули тех людей. Хорошо, что я еще спокойно могу в любой день вырываться. А у других людей отпуска были на эти даты. Короче, к чему это я все? Все. Я даже причесочку сделал, как у Петеньки Планетки, кто смотрит. Один из очень хороших тревел-блогеров мне очень нравится. Так что я вот сейчас вот так вот выгляжу. У людей отпуска могли быть на эти даты. Все поотменялось, поэтому в Европу мы не едем. А сейчас мы поехали поработаем. Нужно сделать новые визитки для офиса. Поедем в типографию, сделаем их и заеду в офис отдам. Погнали. Забыл вам сказать, что я на завтра. Это будет четверг. Вы тоже, наверное, не успеете. Хотя, если я сегодня выложу ролик, то может быть. На завтра заказал прыжок с парашютом. Поэтому мы завтра с вами поедем еще одну цель закрывать. А пока приехал делать визитки. И вот такое вот пренеприятнейшее дело. Спустило, блин, колесо. Скорее всего, пробил. Так что мы с вами еще поедем на шиномонтаж. Покажу вам, как здесь работают шиномонтажы. Хотя они, наверное, по всему миру одинаковые. Идем пока за визитками. Что-то они мне очень дорого обходят, вот с учетом шиномонтажа. Все, сделал визитки. Вот так они вот будут выглядеть. И вот такое вот на перевороте. Поехали. Сейчас будем искать шиномонтаж. Потом на офис их закинуть. Короче, заехали на шиномонтаж. Говорят, что скорее всего там уже... Но поэтому надо будет... Может быть, завтра будет сделано. У меня завтра, блин, поездка на парашюты. Так что вы не забывайте подписаться на канал, чтобы посмотреть завтрашние парашюты. Может быть, поеду на другой машине. Как-то можно трогать. Широк. А вот и виновник нашего торжества. Короче, жопа все рассыпала. Надо менять. Причем такого же размера здесь нету сейчас в наличии. Есть немножечко больший. А если брать немножечко больший, то надо сразу менять оба. И правая, и левая. И это мне становится в 240 злотых. Ездил за визитками. Но другого выхода нету. Завтра все равно ехать на прыжки. Поэтому надо будет менять. Пока гуляем. Все, колеса сделал. Визитки завез. И давайте наконец-то уже закроем нашу цель по 5000 долларов. У меня то деньги уже лежали. Но я специально не покупал еще сразу доллары, чтобы оставалось немножко в злотых. Так как непонятно было, когда за квартиру платить, и сколько там надо будет. Ну, короче, надо было ли злотые. А сейчас вроде так собрали. Так что цель закрываем. Идем с вами купим. Все, еще последних 550 долларов. И цель закрыта. Идем покушаем. Повечно, идем покушать. Все, покушали. Поехали теперь в детский сад, в новый. Сегодня уже ребенок пошел первый день в детский сад. Посмотрим, какие у него были впечатления. Погнали, пока. Там было смачено, там такие пельмешки без ничего. Пельмешки были без ничего? Ага, и хлопья ел, и хлеб. Все ел? А что не ел? Не ел, только суп. Суп не ел, а чего? Борщ украинский, как сегодня был, и него не ел. Ну, сподобалось ли ты в садочку? Ага. С всеми познайомився? Ну, мало. Как кого-то назвали? С кем познайомився? С девочкой, которая у нас стала. Как ты стала? Да? А сколько ее лет? Не знаю, я не знаю. 18 лет. Вона вихователька. Она мелкая. А как ее звать? А с Карлсоном, с Каспером познайомився? С Каспером познайомився? Хлопчик там. Були у вас хлопчики? Сколько было хлопчиков? Не знаю. Не знаешь? Ну, поехали ты дома. Скажи, я там знаю эти хлопчики, ты там гевчата сейчас поймешь. Все, вот мы и дома. Рабочий день окончен. Давайте я вам еще раз проведу экскурсию по нашей квартире, после того, как мы уже разложили вещи. Тут у нас коридорчик, курточки и тапки. Тут в детской теперь куча игрушек, все забито. Тут шмотки и данная кровать. Тут под кондиционером у нас флаг. И там еще один флаг. Тут Таня уже фруктов она покупала, мы уже половину съели. Бумажку не выкинули. Так, тут у нас кофеварка и где-то еще есть мультиварка. Где мультиварка? Там мультиварка, посудомойка, гофры. Так, тут у нас как всегда срач. Вон моя доска, которую я никак не могу повесить. Шкафчики вы уже видели. И тут у нас куча уже всяких приколов. Как обычно, для моих... Вы считай, у меня нету вещей. У нас-то нету. Место. Одна зубная щетка моя. Ну все, тебе спасибо, что досмотрел это видео до конца. Не забудь подписаться на канал. Лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И обязательно колокольчик, чтобы не пропустить. Завтра поедем с тобой прыгать с парашютом. Это будет 4000 метров. И здесь аэродром недалеко от Познани. Так что все, пока, до завтра.